Польша упростит порядок выдачи польских национальных виз, возвращение железнодорожных рейсов из Украины в Польшу. Белорусские оппозиционистки получили в Польше награду Яна Новака-Язеранскего. В Польше прошла забастовка медсестер и акушерок. Во Вроцлаве продолжаются масштабные ремонты дорог в центре города. А также мы поговорим о других событиях в Польше за последнюю неделю. С вами Нестерович Екатерина и это новости in Poland. Мы начинаем. Польша упростит порядок выдачи польских национальных виз. По сообщению Министерства иностранных дел, процедура получения виз будет проще уже с июня. Документы на получение или продление польской национальной визы могут быть поданы иностранными гражданами не в дипломатические представительства за рубежом, а в Министерство иностранных дел в Варшаве. Новые правила вступят в силу 14 июня. Для обработки документации в МИДе создадут специальный отдел. Должностные лица в Варшаве будут иметь те же инструменты для принятия решений о выдаче визы, что и консулы, чтобы максимально ускорить процесс. Такое решение касается как туристических, так и рабочих виз. Данное решение было принято с главной целью упростить иностранцам продление визы в Польше. Украина и Польша восстанавливают железнодорожное сообщение. В расписании движения, которое будет действовать с 13 июня, появились международные поезда из Польши в Украину, туда и обратно. Правда, пока нет стопроцентной уверенности, что все запланированные рейсы состоятся точно согласно расписанию. В графике, доступном на пассажирском портале, появилась информация, что с 13 июня есть 5 международных поездов, которые соединят Польшу и Украину, 2 в Киев и 1 во Львов, 1 вагонный поезд в Одессу и последний ночной Львовский экспресс из Врослого во Львов. Это означало бы возвращение к тому расписанию движений международных поездов, которое было до начала пандемии. Польские железнодорожники не предоставляют дополнительной информации о возвращении поездов. Украинская сторона на наш запрос ответ пока не предоставила. В понедельник около 40 больниц по всей Польше приняли участие в предупредительной забастовке медсестер и акушерок, протестующих против условий и оплаты труда. Причиной забастовки является распоряжение Адама Недельского. Закон о методе определения самой низкой базовой заработной платы некоторых работников здравоохранения. Он не гарантирует стабильных правил повышения базовой заработной платы медсестер и акушерок, несмотря на многочисленные сигналы членов профсоюза относительно грубого ухудшения условий оплаты труда, многомесячного стресса, истощения и профессионального выгорания. Демонстрации состоялись в крупных городах Польши, Варшаве, Кракове, Люблине, Лоди и других. Белорусские оппозиционистки Светлана Тихановская, Ольга Ковалькова и Мария Колесникова стали лауреатами польской награды Яна Новака Езеронскего. Награду им вручил во Вроцлаве президент города Яцек Сутрик. На награждение также присутствовали родители бывшего редактора «Некста» Романа Протасевича, которого задержали в Минске, заставив приземлиться самолет «Райнэйр». Светлана Тихановская, которая выехала из страны сразу после объявления результатов выборов в Белоруссии, заявила, что получает награду в имени всех женщин и мужчин своей родины. Она призвала соседние страны дальше внедрять санкции в отношении режима Лукашенко. По ее мнению, только это может повлиять на освобождение политических заключенных и свержение диктатуры. Кроме того, Ольга Ковалькова отметила, что стоит ужесточать санкции не только в адрес руководителя ее страны, но и внедрять их против России. По ее словам, сколько не потеряла бы Беларусь из-за европейских санкций, Россия все компенсирует и будет помогать Лукашенко удерживаться в кресле. Награда Яна Новака-Езюранскего внедрена в 2004 году. Она присуждается учреждениям или лицам, представляющим мышление государства для общего блага. В свое время ее получал Джордж Буш-старший, Вацлав Гавел. В 2016 году ее получил украинец Борис Гудзяк, епископ Украинской греко-католической церкви, епархии святого Владимира Великого в Париже, за большой вклад в создание независимой, суверенной и европейской Украины как сообщества свободных людей. Во Вроцлаве продолжаются масштабные ремонты дорог в центре города. Тоннель возле галерии Доминиканской будет закрыт почти три месяца, а сами работы по модернизации продлятся до конца ноября. Тоннель закрыли в ночь с 5 на 6 июня. Ремонт будет разделен на два этапа. С 6 июня по 31 августа тоннель будет закрыт. С 1 сентября по ноябрь будет восстановлено движение по одной полосе. Организация дорожного движения предусматривает перенос автомобильного движения на вторую проезжую часть. Реконструкция обойдется почти в 4 миллиона злотых. А теперь поговорим о других новостях. В литовском Вильнюсе и польском Люблине посреди улиц установили специальные порталы. С их помощью жители двух стран могут общаться в режиме реального времени. Люди подходят к экранам, улыбаются, машут руками, здороваются и разговаривают с незнакомыми людьми по ту сторону экрана. Порталы оборудованы большим экраном и камерой, которые позволяют вести прямые трансляции между двумя городами, расстояние между которыми более чем 600 километров. На украинско-польской границе пограничники задержали туристов с Германии, которые ехали в Таиланд на велосипедах. Жители Дюссендорфа в возрасте 21 и 36 лет планировали проехать через Польшу, Беларусь и ряд других стран. Однако они не знали, что Европейский Союз и Шенгенская зона заканчиваются на польско-украинской границе и ехали в объезд пунктов пропусков. Из-за незаконного пересечения государственной границы против граждан Германии начата административная процедура и им грозит штраф. В Польше сокращается количество подделок банкнот. В 2020 году их число сократилось до почти 5000. Годом ранее оно составляло 6500 обнаруженных случаев. На этом выпуск наших новостей подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться в курсе самых последних событий в Польше. Всего вам доброго! Увидимся через неделю!